Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пранько. Реальное время на Финам-ФМ. Сегодня понедельник, значит, слушатели Финам-ФМ против. Сегодня вы будете против русского национализма. И наш гость здесь, в московской студии Финам-ФМ, политолог, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Это многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. И наш сайт в интернете www.finam.fm, где, кстати, идет и прямая веб-трансляция. То есть вы нас можете не только слышать, но и видеть нас здесь, в московской студии Финам-ФМ. Так что пользуйтесь всеми средствами коммуникации. Смотрите, слушайте, звоните, пишите. Слушатели Финам-ФМ против русского национализма. Вот тема сегодняшней программы. Андрей, ну на правах ведущего я несколько от себя все-таки вопросов задам. И начну с темы, которая, в общем-то, сегодня взорвала весь Рунет. Просто как журналист я обязан вам задать этот вопрос. В Рунете появилось новое женское сообщество, именно женское, именующее себя «Армией Путина». Неизвестные поклонницы российского премьера заявляют, что их цель – его возвращение на пост президента России. Для начала вот эти вот дамы, да, девушки предлагают принять участие девушкам, слава богу, да, участие в конкурсе с говорящим названием «Порву за Путина». Значит, нужно снять видеоролик, демонстрирующий, как кандидатка кого-то или что-то рвет за Путина. Значит, в конце там идет такой эротический, я бы сказал, даже фрагмент, как некая там дама пытается разорвать на себе майку, где написано «Порву за Путина», да. Но самое еще интересное, неизвестная какая-то организация, но уже 22 июля на Пушкинской площади, прошу заметить, в самом центре российской столицы, там, я думаю, вы лучше меня понимаете, что просто так там ничего не проведешь, да. И, тем не менее, там заявляется некое будет мероприятие, даже будет победительнице вручаться приз, это iPad 2. Ну, то есть все известно, неизвестно, правда, кто это, да. И вот, но все-таки есть уже и название «Армия Путина». Андрей, вот ваши комментарии. Ну, я думаю, если у Путина такая армия, то проиграет он все свои войны, какие только собирается вести, виртуальные, политические, какие угодно. Ну, на самом деле, это ведь продолжение некой истории, которая уже была с журналистками, будущими журналистками, которые учатся в МГУ. Да, с этим календарем, от которого, правда, потом все открестились. Но я рассматриваю это как форму порнографии. На самом деле, это порнография с политическим оттенком. Как известно, политическая проституция — это нечто довольно развитое в нашей жизни. И, в общем-то, во всей человеческой истории, видимо, она присутствует, так же, как и проституция уличная, да. А вот это какая-то инновация такая. Я думаю, что Путину это не принесет успеха. Конечно, народец Паткий на подобные мероприятия, наверное, прибежит поглазеть. Ну, раз поглазеет, два поглазеет. Потом у нас вообще... Но они же могут еще и забыть, ради чего их созвали. Я думаю, что забудут. Я думаю, что они даже и не знают, ради чего. То есть это вот такая форма эпатажа. Я думаю, что это вот, ну, действительно уже нечего придумать. Вот не знают, как народ задеть. Вот нет никаких успехов, отчитаться нечем. Планы все настолько примитивные и глупые, что они разбиваются в два счета даже не самыми умными людьми. Нет, подождите. Я просто, понимаете, мне платят за то, что я оппонирую гостям. Ну, смотрите, значит, там десятки тысяч людей вступают в общероссийский народный фронт. Я чуть ли не каждый день вижу на информационных лентах сообщения о том, те подписались, те подписались, значит, показывают большим форматом господина Грызлова, который говорит, в общероссийский народный фронт вступают даже представители Справедливой России, там ЛДПР, там и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну, и если послушать единорусов, то самое главное, что народ их поддерживает, Андрей. Я как журналист, да. Я думаю, что если наших слушателей спросить, да, и слушателей любого канала, а верят ли они вообще все это, они в хором скажут, мы не верим. То есть, это спектакль, он разыгрывается. Такой дешевый тогда получается. Ну, люди уже во все это не верят. Люди уже просто изверились, потому что, ну, в общем-то, судят по делам. Они ждали этих дел, ждали, вот 10 лет они ждали этих дел. Никаких дел нет. Ну, и продолжается политическое шоу накануне выборов, там, вот это все придумано, кто-то там вступает, эти коллективы, начальство представляет свои коллективы. Ну, что это? Какой народный фронт? Это игра, то есть, все превращено в игру. Я уже давно заметил, что вот эти политтехнологии кремлевской администрации, они хотят всю политику играть. И они считают, что удерживаться власть можно за счет игры. То есть, они хотят выхолостить смысловое содержание? Ну, только, оставить ее только в том плане, чтобы оно хотя бы как-то вот скрепляло эту игру. То есть, самая примитивная игра, вот как есть там компьютерные игры, там, где-то конца 80-х, начала 90-х годов. Вот это примерно такая примитивная игра. А вы считаете, что народ не ведется на подобные разработки? Нет, я думаю, что он, тут главная задача у правящей группировки состоит в том, чтобы сделать некую победу, которую они планируют, просто убедительной не по количеству голосов, а внешне убедительной. Как сейчас, в общем-то, подавляющее большинство людей убедили в том, что сделать уже ничего нельзя, но вот эти сели, их уже никак не сдвинешь. Вот мы все против, а они все равно будут рулить по-своему. Вот, а режиму надо создать такую имитацию, что люди не поверят вроде бы в целом, что победа Единой России могла быть. Но каждый будет сомневаться, ну, он подумает, ну, вот это я, наверное, такой радикал против всех, против Единой России. Раскачиваю лодку. Да, а все остальные-то за, и каждый устыдится. Вот эта задача, я думаю, чтобы каждый изолированно себя чувствовал, что он-то против, а все остальные-то за режим. А реальность совершенно не такая, то есть реальность уже там, социология, все это показывает, что люди изверились, и вот продолжать играть вот в эти игры, ну, настолько это вот мне лично просто отвратительно, и поэтому я вообще как-то не хочу даже этого касаться. Ну, а вы не считаете то, что это вот определенные такие какие-то вот эмоциональные уже всплески, да, то есть создает Народный фронт, затем вот сегодня армия Путина, какая-то конвульсия, нет? Да, я думаю, что вообще создание Народного фронта — это показатель слабости. Есть ли выборы, уже все подготовлено, избирательное законодательство, только партии будут в избирательских списках. То есть если бы Единая Россия была на подъеме, как она считает, то зачем Народный фронт? Само название Народный фронт — это вообще из лексикона оппозиции. Причем здесь фронт вообще, с кем они собираются воевать. То есть все как-то нелепо, все нелепо. И кому-то, может быть, не стыдно быть нелепыми, бегать в этот Народный фронт, докладывать о своей лояльности режиму. Ну, ладно, вам предложили очередной раз показать, что вы не против всего безобразия, которое творится здесь. И вот вам не стыдно выйти и сказать, что да, я тоже поддерживаю все эти безобразия. Ну, Христо ради, вы ходите, но только вы поймите, что к народу вы не принадлежите. И не какой-то Ненародный фронт. Вы для себя некий фронт создали. Может быть, вы с нами боретесь, вот с теми, кто не хочет в этом участвовать, кто имеет какие-то хотя бы зачатки. Ну, вот этих девочек, которые себя назвали, да, Армией Путина, я просто видеоролик посмотрел, да. Ну, я обязан, как журналист, вот знать, да, людей, в том числе, в лицо, да. Молоко, правда, за это не дают дополнительного. Так вот, у нее там, у этой дамочки, да, у этой героини есть такая фраза. Есть небольшая кучка людей, которые пытаются дискредитировать Владимира Путина. Такого классного мужика, такого великолепного политика, да. Вот они понимают, что они никогда не будут на его месте. То есть вот смотрите, как на самом деле, это технологическая разработка. Они не будут на его месте. Какое место имеется в виду? То, которое он сейчас занимает, то, которое они ему просят, потому что они не скрывают, что они хотят, чтобы он был вновь президентом России, да. Ну, логики-то в этом совсем никакой нет. Да нету вообще. Логика состоит в том, чтобы имитировать, так сказать, фигуру Путина, представить в виде некоего Джеймса Бонда, который вечно молодой, да. А для здравых людей... Да, на прошлой неделе, кстати, был скандал с билбордом, да. Ну, даже я думаю, что это не скандал, это специально все тоже организовано в рамках избирательной кампании. Нет, пресс-служба премьера сказала, что это хулиганство. Организаторы сказали, что не они это делали. Да, там контор не нашли. Да, поэтому это как всегда. Сами же сделали, сами же поругали. Но, так сказать, осадок остался, это самое главное. Вот, а я думаю, что здравый человек понимает, сколько лет Путину, сколько он находился у власти, сколько он мог сделать, сколько он не сделал, что он вообще, что он из себя представляет. В принципе, ясно уже, биография прописалась за эти 10 лет. Если до этого мы могли и сами друг друга спрашивать, кто такой мистер Путин, то теперь мы все знаем, теперь цифры, факты, фразы, все это есть, все это есть. А люди, которые вот исповедуют такие русские националистические взгляды, как они относятся к нынешнему, вот, к нынешней власти и национальному лидеру? Ну, честно скажу, что по-разному, по-разному. Конечно, подавляющее большинство тех, кто стоит на основе русской традиции, понимают, что эта фигура крайне далека от традиции русского государственного управления. Ну, там, конечно, есть какие-то элементы, которые пытаются разыграть, но они не превращаются ни в какую фактуру. Если там Александр Третий мог сказать, что Европа подождет, пока русский царь уйдет рыбу, за этим стояла политика, реальная политика. А когда Путин произносит мюнхенскую речь, это производит большое впечатление на публику и быстро забывается, потому что никаких реальных действий после этого нет. Мы остаемся там членами парламентской ассамблеи, Совета Европы, которая выливает на нас каждую сессию ведра грязи. Мы остаемся в ОБСЕ, которая давно превратилась в антироссийскую организацию. Ну и так далее, и так далее. Множество всего, что не позволяет нам говорить о том, что есть какая-то аналогия. Хотя, когда начинают сравнивать, многих втягивают в этот сравнение Путин, Медведев, вроде как Путин получше. Он как-то умеет брови насупить, он умеет как-то сказать вот так. А Медведев, он такой более лояльный, мягкий, погруженный в интернет, восторженный от всяких технических новшеств и так далее. То есть это различие замечают и предпочитают скорее Путина среди русских патриотов, русских националистов. Но в то же время общее состояние страны люди прекрасно представляют себе на собственном опыте. Многие сталкиваются с чудовищной бюрократизацией. Она же, в общем-то, не Медведевым придумана. Сталкиваются с ощущением, что все в стране контролируется узкой группой олигархов. Это тоже не Медведев придумал. Поэтому я часто слышал такую фразу «оба хуже». Хотя, с моей точки зрения, я стараюсь как-то быть на позиции православного патриотизма. Каждый человек может измениться. И откровение может прийти к нему в любой момент. Поэтому, ну, может, конечно, такое чудо произойти, что с Путиным, что с Медведевым. Они могут превратиться. В свое время, я уж, конечно, сейчас не припомню, когда это было, но я очень хорошо помню фразу Путину о том, что он русский националист. Потом фраза «нечто такая же» была и у Медведева, по-моему. Нет, Медведев, вот Путин никогда не говорил, что он русский. А Медведев однажды сказал «я русский». А Путин однажды сказал, что… Путин вообще ни разу не сказал, что он русский. Я ни разу. Я внимательно следил. Но вы внимательно следите, да? Ну, не попалось. Может, я такой вот как-то пропустил, но следил. Медведев действительно сказал «я русский». А Путин однажды сказал для зарубежных слушателей, что он и Медведев русские националисты в хорошем смысле слова. Но это хороший смысл слова на экспорт, на вынос. То есть это не имелось в виду ничего… Значит, это я на западном канале видел. Ничего связанного именно с русским национализмом в том виде, в котором он известен в работах русских философов, русских публицистов. Ну, вот смотрите, здесь масса вопросов. Сейчас я их, безусловно, вам буду задавать, да? Ну, вот ответьте мне, пожалуйста, когда часть все-таки людей напрягает вот это словосочетание «русский национализм», да? Особенно напрягает людей, ну, которые имеют иной, я не знаю, там, развес глаз, иной цвет кожи, да, там, неславянскую внешность. Ну, у нас масса народов, да, которые испокон веков жили, живут и будут жить. Те же якуты, те же татары, я не знаю, те же тувинцы, да, ну и масса других. И здесь вот, Андрей, находится группа людей, насколько я думаю, я думаю, что на самом деле достаточно многочисленные. Может быть, вы пока еще вот не оформленные такие, и может быть, хорошо, что не оформленные. Ну, скажем так, нам не дали оформиться. Да, но я думаю, что на самом деле где-то, знаете, из-под воли, может быть, не столь ярко, как вы, да, ярко выраженно, я имею в виду, и открыто. Но людей, которые исповедуют, ну, если не национализм, то определенный, вот, близкий к этому взгляд. Вот как нивелировать вот это напряжение? Оно же возникает. Люди иной национальности или там, я не знаю, полукровки. Знаете, самые опасные какие люди? Это полукровки, которые пытаются доказать свою самость, да, в том или ином народе. Я вот долгое время жил в Якутии, национальная республика, очень специфичная вообще, вот национальная республика. Жизнь там, да, это очень большая специфика. Это не жизнь даже в Москве, это не жизнь где-то там в русской какой-то провинции, да. Это вот, да, это вот сообщающиеся сосуды на самом деле, не всегда пересекающиеся. Они могут идти параллельно, и где-то пересекаются. Так вот, я знал немало людей, метисов, да, вот, допустим, русские якуты, которые одни захотели быть и пытались доказать, что они русские, а другие наоборот, значит, пытались уйти в ту вещь. Это же естественно, это компенсация определенная. Но ведь это, кстати, и говорит о том, что это, ну, как бы, естественное жизненное событие, смешение народов, живущих рядом, но это смешение вредное для человека. То есть ему нужны какие-то компенсационные меры, чтобы адаптироваться либо к одному народу, либо к другому. Возникают проблемы, там, с браком, с самоопределением детей и так далее, и так далее. Это процесс негативный, я бы сказал. Процесс смешения, если это вот такая форма ассимиляции. Культурная ассимиляция проходит проще. Ну, человек говорит по-русски, живет в пространстве русской культуры. И, в конце концов, он говорит, я русский, да. И его дети спокойно становятся русскими, независимыми. Ну, подождите, а как быть с теми, кто говорит, я не русский, но я гражданин России? Ну, первое, что хотел сказать, что нас больше всего должно, конечно, интересовать самочувствование вот того русского большинства, которое проживает на территории Российской Федерации. Во-первых, для них этот вопрос, насколько он остро стоит, насколько стоит вопрос адаптации русских к тому, что рядом с ними живут нерусские. Мы все время разворачиваем ситуацию наоборот и все время думаем о самочувствии меньшинств. Но сейчас ситуация такова, что русские себя чувствуют более ущемленными, особенно в национальных республиках, чем все остальные. Поэтому надо начинать с этого вопроса. Каково самочувствие русских в межнациональных отношениях? Я вам скажу, что оно крайне негативно ощущает ту ситуацию, в которой мы живем. Второе, как преодолевать эту напряженность? Есть социальные и политические технологии, которые применялись в Российской империи в течение многих лет. И никаких межнациональных войн, межнациональных конфликтов не было. А в каком случае это могло быть? В случае русского лидерства, когда оно было бесспорным, когда российское государство было бесспорно русским, оно распространяло русскую культуру, оно не навязывало, хотя были там элементы навязывания, русификация. Но это была ненасильственная русификация. И когда лидерство определено, тогда нет борьбы за лидерство. И когда лидер чувствует себя в полновластии и в полных силах, ему нет необходимости кого-то ломать через колено. Хочешь ты жить в своем ауле по шариату? Живи ради бога. Но если ты переходишь в сферу имперских законов, здесь будут иные законы. Здесь ты будешь жить в России по-русски. Вот так. Если в своем ауле, ты можешь жить по своим, по своим родовым обычаям. Но когда ты входишь в русскую культуру, а это элемент мировой культуры, здесь уже несколько другое поведение. И правовая система, и ответственности, и обязанности, несколько все иное. Это может быть применено и в нынешней России? Я думаю, что это единственный выход для России сохраниться. Это восстановить русское лидерство. И тогда будет хорошо всем выявляя вас. Что вы подразумеваете под этим? Я подразумеваю под этим смену политической элиты. Сегодняшняя элита денационализирована, бескультурно, не образована, не ориентирована на национальные интересы России. Там сплошные выпускники Ленинградского университета. Да, только почему-то в Ленинградском университете не готовили людей к тому, что они служат отечеству. Они обслуживают себя. Они представляют государственную власть как сферу услуг. Они предоставляют услуги и получают за это средства. Они не только через кассу, где выдают зарплату, но и через другие кассы и через другие каналы повышения своего материального благосостояния. Элита, которая сгенерирована в последние годы, безусловно, не является национальной элитой России. И, безусловно, это не лидирующая какая-то группа. Эта группа просто ведущая страну на поводке. Не привлекающая своими идеями, своими личностями, своими масштабными проектами. А вот продолжающая вот эту игру в армию Путина. Это как раз вот в стиле этой группировки, в стиле этой команды. Или, скажем, вот выходит, как бы из этой группировки выталкивается Прохоров, становится лидером партии, еще не успев получить партбилет. Ну и смотрите, с чем он выходит. Вроде бы человек серьезный, да, там миллиарды какие-то у него страшные. Серьезный человек должен был бы подготовиться к тому, чтобы продемонстрировать, какой он лидер. Продемонстрировать свое право на лидерство в России. И с чем он выходит. С пустой речью абсолютно. С, ну, как бы, нет личности. Это не личность, это так просто человек место занимает. Кстати, вот о личностях, да, и о тех, кто приближается или входит во власть. Александр пишет. Ваш гость известен как последовательный оппонент власти и преданный сторонник Дмитрия Рогозина. Я вам цитирую письмо, как оно пришло, да. Изменится ли как-то мировоззрение Андрея, если в сентябре Дмитрий Олегович Рогозин примет решение поддержать Путина и Народный фронт? Письмо написал Александр. Ну, Александр, были у нас такие отношения. Я действительно являюсь многолетним сторонником, но я сторонник не такой, понимаете, у нас бывают такие сторонники за зарплату или каким-то еще путем. У нас, скорее, отношения дружеские. Эти отношения могут быть менее интенсивными, сейчас они неинтенсивные в силу удаленности территориальной. Могут быть более интенсивные, как было, когда существовала партия и фракция Родина. Ну, будет так, значит, будем беседовать об этом и к какому-то соглашению придем. Но рвать дружеские отношения вы не намерены. Да, безусловно. Когда люди долгое время знакомы между собой, они, во-первых, многое друг к другу прощают и пытаются вникнуть в мысли, которые есть у близкого друга. То есть это не означает, что можно взять и разорвать отношения. Но вас не смутило то, что он ушел на госслужбу? Ну, понимаете, я, наоборот, рад, что вот хотя бы некоторые люди с национальным мировоззрением оказываются в государственной власти. Я, наоборот, всячески поддерживаю. Глазьев тоже пошел на государственную службу. Жалко, что их там мало. Вот они еще пока не складываются в какую-то достаточно мощную корпорацию. Я просто напомню, у нас уже был такой эпизод, когда Конгресс русских общин вступил в Отечество, которое формировал Лужков. И Лужков тогда себя бил в грудь, что он будет русским патриотом. По крайней мере, он формировал Отечество на первом этапе, как русский патриот. И мы туда пошли. И когда этот вопрос решался на закрытом съезде или закрытом совещании, сейчас не помню, то я как раз там выступил и сказал, что идти надо, потому что надо использовать те возможности, которые открываются. Пусть там зажав нос. Я прекрасно знаю, кто такой Лужков. И с его деятельностью знаком с начала 90-х годов, поскольку был депутатом Московского совета, разогнанного в 90-м году. Ну, то есть, другими словами, Андрей, вы стали одним из тех людей, кто сделал основу партии «Единая Россия». Нет, нет, дело в том, что мы... Нет, вы понимаете, я сейчас такую линейку могу провести. Мы вошли, но там оказалось много всяких людей, которые хлынули после нас. Мы были практически первыми. Был одинокий Лужков, пришел Конгресс русских общин, начал структурировать вот это избирательное объединение. А потом оказалось, что в эти двери... Хорошо звучит одинокий Лужков. Да, ломанулись там просто вот эти все черепашки-ниндзя из национальных республик. Там Шаймиев, Рахимов, там из Питера, Яковлев и так далее. И вот эта набежавшая толпа вдруг развернула Лужкова и сказала, что ты, патриотизм, какой может быть Рогозин, какой может быть патриотизм. У нас вот, у нас межнациональный мир, дружба народов, давай вот мы будем в эту сторону. Такие общедемократические ценности, там, социальная защита, там, сто законов, которые мы предложим Государственной Думе. И все, то есть вся тематика, с которой мы пришли, исчезла. А потом была Родина. А потом была Родина. Да, мы из Отечества туда ушли. Ушли. Родина это была... Организованным отрядом. Уже можно было сказать, что это такое националистическое было образование политики, с точки зрения политики. Получилось так, что людям это не всегда было заметно, потому что повестка дня в Государственной Думе была в основном социальная. А вопросы государственно-национальные в редчайших случаях вообще допускались до трибуны. И поэтому вот эта сторона нашей деятельности, то есть социальная сторона была видна. И поэтому многим казалось, что это некое такое левое объединение. А реально это было не так. У меня на определенном этапе было то, что такое впечатление, что это левое движение. Безусловно, это было такое национально-государственное движение, в котором, безусловно, есть социальные компоненты. Но как бы повестка дня, которая была сформирована правящей партией, не позволила нам вынести, например, вот у нас был мощный закон о противодействии мятежу. Это стастраничный закон, очень серьезная разработка. Его не дали даже донести до трибуны. То есть, ну, всякими там манипуляциями убирали. По демографии, там, по борьбе с проституцией и порнографией нашей. Все это заминалось, не пропускали, не давали. Но это был на самом деле кремлевский проект. Кремлевский проект назывался «Товарищ». И его идеология была такая левотроцкистская, игровая. Главным разработчиком был Марат Гельман. И ориентировался этот проект на 2-3% для себя, то есть не прохождение Думы. А Родина? И максимальное разрушение коммунистического электората. Родина был национал-патриотический проект. Поэтому он разрушал электорат «Единой России». Но они просто поздно это заметили. И за две недели до выборов вырубили просто нас из эфира. У нас остались только платные эфиры на НТВ, которые позволили, по крайней мере, завершить избирательную кампанию. То есть планировали одно, получилось другое. Все-таки получился проект, в котором достойно было участвовать. И я просто горжусь тем, что причастен к нему. А вы делаете отличие между таким понятием, как русский патриот и русский националист? Делаю. Вот я, как бы вам сказать, хотел бы цитату привести. А вы покажите книгу. Вот камера, это веб-трансляция. Это недавно вышла наша книга с профессором Виноградовым, называется «Стать русским в России». Я просто захватил, потому что знал, на какой странице. Приводятся цитаты Ивана... Значит, но я обязан слушателям сообщить, что мы о вопросах не договаривались с Андреем. Эта программа идет в режиме реального времени, без заведомых вопросов и без заведомых ответов. Пожалуйста. Процитировать хотел бы Ивана Ильина. Что такое национализм? Вот много приводится разных определений национализма. Ну вот что такое именно русский национализм? А еще больше трактовок. Да, что такое... Ну, трактовки есть. Политологические трактовки, надо сказать, которые приняты в Европе, абсолютно нейтральные. Возьмем британскую энциклопедию. Абсолютно нейтральное и даже позитивное, я бы сказал, определение. Или Оксфордский словарь, который у меня там на полке стоит. Я там специально... Я даже удивился. Случайно нашел. Определение национализма дано. Все понятно. Все абсолютно нейтрально. И только у нас вот все это понятие пытаются полить грязью. Вот что... Если небольшое определение, давайте мы прям зачитаем. А я его и хочу зачитать. Иван Ильин. Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа. Вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творческий и свободно цвел в Божьем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божьим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасности и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли, из этого созерцания. Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа как драгоценную духовную самосиянность. Ну, можно это быть, мы бы сказали здесь самодержавность, и нам проще было бы понять. Ну, самосиянность, здесь такое слово употреблено. Он принимает дары и создание своего народа как свою собственную духовную почву, как отправной пункт своего собственного творчества. Я хотел бы спросить, у кого-нибудь язык развяжется против этого что-нибудь сказать? Если коротко говорить, вот исходя из определений европейских словарей, из определений русских философов, можно сказать, что национализм это деятельный патриотизм. Это не патриотизм кухонных разговоров, это не патриотизм демонстрации, где платят по 200 рублей, чтобы ты помахал флагом Российской Федерации. Это не патриотизм заунывных дежурных речей, это патриотизм, который хлещет из души и который превращается в деятельность, в поступки. Вот это и есть национализм, деятельный патриотизм. Вот когда мы теперь уже определение выяснили с вами, уважаемые слушатели, начинаем интерактивную часть программы. Еще раз напомню, слушатели Финам.ФМ сегодня против русского национализма. Здесь в московской студии Андрей Савельев, политолог, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», 65, 10, 99, 6 и 3w.finam.fm. Андрей, слушайте, я вас попрошу всех лаконично, да, у нас не так много времени, а письма у меня тут просто ввоз и маленькая тележка. Марк пишет, не пора ли ставить во главу отношения между гражданами, отношения между государством и гражданами закон, не пора ли вывести национальный вопрос на уровень культурный, исторический? Так, между гражданами, между государством и гражданами. Ну-ка, я так понимаю, Марк ставит вопрос именно о соблюдении закона, да, то есть вот это должно стать другого. Я бы сказал, что здесь более точно этот вопрос мог бы быть сформулирован о том, как формировать право, которое было бы национальным. Не общим так вот, так сказать, изобретаем велосипед, который есть во всем мире или там в какой-нибудь другой стране, а может быть ли сформировано национальное право. В праве есть понятие континуитет, право продолжения. Вот только так и может сформироваться устойчивое и долговременное законодательство. Когда мы не разрываем свою правовую историю на куски, вот была имперская, вот советская, вот современная, а между ними пропасть, да. А когда мы сшиваем, наоборот, всю свою правовую историю, когда право продолжения, когда законы Российской империи для нас не пустой звук, и законы Советского Союза тоже не пустой звук, но зато мы знаем, в какие периоды власть была нелегитимна, и законы не действовали, и когда у власти находились преступники. Вот если бы мы смогли это сшить, сшить свою правовую историю, вот тогда бы закон был долговременным и действительно национальным, отходил из национально-культурной традиции. 65 10 99 6 3w.finam.fm письма, Андрей, я вам зачитываю, как они приходят. Алекс пишет, определение процитированное хорошее, беда в том, что к понятию национализма постоянно примазываются всякие личности откровенно фашистского толка. Действительно есть такая проблема, но есть проблема и в других идеологических течениях. Радикалы есть везде, есть левые радикалы, ультралевые радикалы, есть в либеральном крыле, там есть просто прямая измена государству и нации. Есть везде, поэтому с этими крыльями надо бороться, надо бороться за культурный, традиционный национализм, такой, который строил российское государство во всей его истории. Роман пишет, спросите у вашего гостя, каким образом, не выпадая за рамки правового поля, он собирается установить диктатуру большинства в России, диктатуру в кавычках, диктатуру большинства даже в кавычках, оба слова в кавычках, да, в федеративном государстве от слова федерализм, например, в том же Татарстане. Ну, во-первых, господа, федерализм это идеология, которая распространяется по миру, а вовсе не часть правовой системы. Слово федерация в названии нашего государства возникло, можно сказать, случайно на переломе эпох. Россия никогда никакой федерации не была, Россия всегда была унитарным государством. И сколько бы мы ни ломали Россию через колено, она будет оставаться унитарным государством, как она остается сейчас, по факту. И мы же видим в течение последних лет, как размываются вот эти все федеративные институты, как Совет Федерации стал просто местом для политических пенсионеров, как перестали избираться разнообразные президенты, которые надували щеки и говорили, мы будем, мы участники международных отношений помимо Российской Федерации. Все это сдувается, как мыльный пузырь или лопается, как мыльный пузырь. Поэтому нужно трансформировать право таким образом, чтобы оно было связано с жизнью нашего народа. Не сегодняшним моментом, а всей исторической эпохой, в которой мы знаем, как наш народ жил. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Иван. Да, Иван, пожалуйста. Два коротких вопроса. Первый. Почему вы боретесь с НАТО, с Европой? Ведь мы, собственно, часть европейской культуры, и, собственно, Достоевский, европейскому интеллигенту, он, наверное, так же близок, как Шекспир. Мне кажется, для нас гораздо опаснее страны Средней Азии и Ближнего Востока. Ну, по понятным причинам. Ну, и второй вопрос. Вот есть расхожее мнение, что русские националистические организации формируются в спецслужбах, и ими контролируются. И вот, когда я смотрю какие-нибудь пропагандистские ролики националистические, где вот и вижу, например, какие-нибудь кадры Чеченской войны, я действительно, я не понимаю, как они, кроме как через спецслужбы, могут к вам попасть. Да, спасибо. Спасибо, Иван, пожалуйста. Ну, во-первых, безусловно, Россия – это самостоятельная цивилизация, но при этом мы не можем отрицать своих теснейших связей с Европой. Как писал Достоевский, Европа – наша вторая родина. Вот это надо запомнить многим, кто пытается от Европы оттолкнуться и сказать, что это проклятый Запад. Запад – это тоже определенный идеологический комплекс, это не географическое направление. А Европа – это, безусловно, часть нашей культуры. Европа – наша вторая родина. Поэтому, ну что значит бороться с НАТО? НАТО с нами борется, а не мы с НАТО боремся. НАТО приближается к нашим границам. НАТО формирует там позиционные районы, якобы для обороны от Ирана, который не имеет достаточных сил, чтобы на самом деле достать до Европы. Вот, то есть здесь наоборот, мы пытаемся с НАТО договариваться, как вот Дмитрий Рогозин в Брюсселе пытается этим заниматься в течение многих лет и на определенных направлениях достиг успеха. Вот, бороться не надо ни с НАТО, ни с Европой, надо бороться с врагами России, врагами Отечества. Что касается спецслужб, действительно, очень много провокаторов в национальном движении. То есть вы это признаете? Абсолютно. Даже некоторые организации формируются специально для того, чтобы создавать такие кусты, которые всасывают в себя радикальную молодежь, провоцируют ее на разнообразные поступки. Потом мы видим вот эти процессы против скинхедов, когда там десятки людей числятся убитыми, все это списывается на одну и ту же команду, и люди радостно отправляются на огромные сроки за решетку или на пожизненный срок. Вот, это есть, и я просто стыжусь того, что в наши спецслужбы перестали вообще защищать граждан России, занимаются настолько грязными делами. То есть они не служат Отечеству, получается, а обслуживают некие интересы, причем идеологизированные интересы неких групп закулисных, создают вот эти структуры. Я сейчас не буду в эфире называть, но я знаю организации, которые либо были спровоцированы, либо специально созданы, например, в альтернативу действующим организациям. В противовес, например, партии Родина, там создавались разные группировки для того, чтобы как бы с более радикальных и кому-то казалось более чистых позиций критиковать Родину за то, что вот она отступает туда и сюда. По-моему, Михаил Делягин тоже там какую-то Родину создавал, нет? Я вот просто сейчас вот высказали о том, что... Это дела более поздних времен, это в прошлом году, в начале года создана была партия Родина Здоровый Смысл, и первая ее декларация, еще Оргкомитета была направлена против прошлой Родины и против возможной будущей Родины. То есть еще не состоялись, но уже заклемили позор. Чего-то пискнули, но это какая-то вот неадекватность, я надеюсь, что она временная, потому что все-таки Михаил Делягин талантливый публицист, блестящий выступает. Отличный экономист, вот я, Миша, откровенно как-то сказал, я говорю, вот это твое ремесло. Да, если бы он этим бы и занимался, все было бы замечательно, он почему-то решил, что он крупнейший политический деятель и может вот таким образом поступать. Я его осудил за это дело, после этого вот наши отношения серьезно расстроились. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm, слушатели Finam.fm против русского национализма. Андрей Савельев, политолог, лидер незарегистрированной партии Великой России, сегодня у нас в гостях из Красноярска. Павел Александрович пишет, Юрий, вижу, как вы перед эфиром настойчиво объясняли что-то или выражали. Значит, Павел Александрович, да, вы видите, но вы не слышите. Обсуждали мы очень интересные темы с Андреем, о которых я не буду вам говорить, да, но в какой-то степени, даже не в какой-то степени, а стопроцентно ваш вопрос Андрею Савельеву связан с той темой, которую мы обсуждали, то, что как за эфиром, то, что видели, но не слышали. Значит, Павел Александрович, Андрей спрашивает вас, пытался нам, значит, Савельев нам пытается объяснить, что БЖИВ, это вот апправиатура, которая была придумана здесь одним деятелем, который был у меня в эфире. Расшифруйте. Нет, я не буду расшифровать, это был Навальный, он, понимаете, я ничего не боюсь, но я не... А, ну я понял. БЖИВ, вот теперь в интернете это называется БЖИВ. Вот придумали люди, вот я и буду основываться, да, я же журналист, я основываюсь на официальной информации БЖИВ. Существуют в интернете, не знаю, что это такое, не знаю, да. Хорошо, я прикину, что я тоже не знаю. Да, потихоньку умирает и надувает в предсмертной конвульсии свои обвисшие щеки, я цитирую письмо. Конечно, все это понятно любому здравомыслящему и наблюдающему за политической ситуацией гражданину. Только кто такие великая Россия и почему я их не слышал и не видел до сегодняшнего дня? Также, что они будут делать для того, чтобы БЖИВ под любым названием не прошли в Думу? Ну, значит, Демушкина, Белова, Лимонова, Квачкова и так далее знаю, а их нет. Андрей, я понимаю. Ну, я вас мучен просто. Как же так? Вы знаете БЖИВ, знаете, как это расшифровывается и не знаете партию Великой России, которая продекларировала, что она продолжает линию Родины, которая имеет свой сайт в интернете, которая беспрерывно выступает на разных каналах, на которые только приглашают. Я недавно выступал, вот в пятницу выступал на телевидении, на пятом канале, на русской службе новостей выступал в субботу. Везде меня представляют как председатель партии Великой России. А вы не знаете. Я предъявляю претензию слушателю, что он не знает. Вот он знает всякую чепуху, а вот партию Великой России почему-то не знает. Почему? Ну вот давайте, значит, по поводу все-таки того, что вы намерены сделать, чтобы вот этот самый загадочный БЖИВ не оказался под любым названием в новом парламенте. Ну, во-первых, надо смириться с тем, что он там будет, вне всяких сомнений. Да, я в этом абсолютно не сомневаюсь и говорю о том, что уже привычно, уже отработан на методологиях фальсификации выборов и вся политическая система фальсифицирована, потому что у нас по конституции вроде бы как источником власти является народ. А реализовать это свое право, быть источником власти, он может по законодательству только через партии. Если бы формирование партии было свободным, тогда и воля народа свободно бы выражалась. Поскольку нам разрешено создавать только партии или допускаются до выборов только такие партии, которые зарегистрированы, а регистрируются они только по воле Кремля, значит, воля народа не выражена. Что надо делать в этой ситуации? Я постоянно говорю, вот что бы вы сказали одним словом, как бы вы выразили одним словом, что надо делать. Если кто-то не знает, что надо делать, я всегда говорю, я знаю, я могу рассказать. Обычно первое же слово, которое произносят в этой ситуации, надо объединяться. Тогда я в следующий вопрос, а вы-то с кем-то уже объединились? Чаще всего, 90% случаев, человек ни с кем не объединился. В хорошем варианте человек объединился в какую-то группу друзей, которые вот вместе решают какие-то вопросы меж собой, там, вселенские, за всю страну и так далее. И совсем уж в редких случаях люди вступают в какие-то организации, сообществом друзей или индивидуально. Поэтому любой способ противодействия такому извращению политической системы и захвату власти, это объединяться, объединяться в сообщество друзей. Сообщество друзей должны входить в какие-то организации, эти организации должны создавать региональные структуры, потом федеральные структуры. Объединяйтесь, объединяйтесь. Мы этим занимаемся. То есть не будьте одиноки. Да, у нас партия Великой России. Кому-то она не нравится, кому-то она по душе. У нас очень слабое вот такое самодеятельное объединение без воли начальства. Вот начальство сказало там, идите в Народный фронт и встроенными колоннами люди туда идут. Но не факт, что они будут голосовать за них, Андрей? Не факт. Не факт. Так создается иллюзия того, что огромные толпы людей мирно пойдут, вот как бараны на убой, пойдут на избирательные участки голосовать за Единую Россию. Достаточно этой иллюзии, чтобы фальсифицировать выборы. И именно для этого все это и создается, вся эта иллюзия. Но давайте мы не будем участвовать в этой иллюзии, будем создавать свои собственные структуры. Кто-то там либерал, кто-то там левый социалист, кто-то правый социалист. Но создавайте свои структуры, мы создаем свою национально-патриотическую партию. Я, вы знаете, сегодня, когда узнал о том, что вице-премьеры и министры некоторые собираются возглавить региональные списки. Это новость дня, да? Значит, там Сечин есть. Вот уже запамятовал, слушайте. Зубков и другие, да, я так скажу. А, ну Шойгу, конечно, и так далее. Так вот, я сегодня у себя в блоге написал. Давайте вернемся к одномандатным округам. Хватит. Во всем мире, значит, либеральном, как угодно, демократическом, можно называть, да? Значит, есть партии? Есть партии. Но человек избирается по одномандатному округу. Что США, что Великобритания. Ну, полностью согласен. И у нас вот в программе срочных мер написано департизация. Да? Ну, уже слишком далеко зашли по этой партизации. Уже все КПСС состоялось заново, да? Поэтому сейчас нужно, чтобы выпрямить, надо перегнуть, как говорил Малдзердон. Если действительно, там, вот, сторонники Единой России или, там, вот, этот народный фронт имеют поддержку, ну, так они и выиграют в этих одномандатных округах. А если нет, то что же? Правда, на это многие отвечают, что, а вы знаете, какой административный ресурс подключают, когда по одномандатным округам? А вы помните? А сейчас вообще никакого ресурса нет. Сейчас паровозы поставят во главе региональных списков. А сейчас даже этого не нужно. Вот будет стоять Шайгу, я не знаю, там, в Тюмени, да? Я не знаю, там, на Камчатке. И что? Вот я просто, я к людям обращаюсь с полной ответственностью. Ребят, вы же понимаете, что они не будут работать в парламенте. Зачем выбирать тех, кто не работает в парламенте? Будут заниматься этим другие партии, я также буду критиковать их за это. Ну, просто так сложилось, что... Ну, у нас есть справедливая Россия, вот, на глазах, как Миронов пересел с одного кресла в другое. Подождите, а за него кто-то голосовал, вот, за него конкретно, чтобы он пересел в парламентское кресло из Совета Федерации в Государственную Думу? Ведь не голосовал никто. Все, я предлагаю вернуться. У нас, правда, изначально было пополам, да, 50 на 50. Я предлагаю вообще одномандат на округа вернуть. Да, это разумно. И пусть партии бьются. Пусть разворачиваются и программы, и плакаты, и избирательные кампании. Но голосуют люди за фамилии, за фамилии, за людей, из которых есть конкретная биография. Вы будете вот за девочек из армии Путина голосовать. Вот, и я не удивлюсь, если одна из девочек станет депутатом Госдумы, на самом деле. Ну, у нас такие девочки уже там сидят в Государственной Думе. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Слушатели Финам.фм против русского национализма. Андрей Савельев у нас в гостях. Андрей, ускоряем нашу программу. Павел пишет, мне было бы очень интересно узнать, что собирается партия делать с конфликтом на Северном Кавказе в случае прихода к власти. Ну, это целая программа по Северному Кавказу. Это невозможно в двух словах сказать. Главное, что я считаю, лозунг «хватит кормить Кавказ» глупый, а лозунг об отделении Кавказа преступный. Кавказ надо снова завоевывать, но желательно без пролития крови. Уничтожать этнический бандитизм прежде всего. Уничтожать этническую клановость прежде всего. Сначала в Центральной России, потом и там. Назначать русских губернаторов, генерал-губернаторов. В случае каких-то конфликтов, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные полномочия, у государства достаточно сил, и все государства этим занимаются. Там, где есть этнические конфликты, там применяется сила, там, где нужно, применяется артиллерия. Евгений пишет, чего вы ждете? Сколько можно ругать власть, а она от этого не уйдет в отставку? По моему мнению, пишет Евгений, пора их гнать. Вопрос, как? Что скажете? Вот мы и обращаемся к гражданам, и говорим, чего вы ждете? Вам надо объединяться, вступать в организации, помогать, вкладывать в эти организации. Не ждать, у нас очень много сейчас появилось таких профессиональных патриотов. Я готов к вам вступить, а что у меня за это будет? Я говорю, будет только испытание. И затраты времени, если по возможности, желательные затраты денег. Объединение, общественное объединение, если они противостоят власти, они затратны для каждого человека. У нас нет таких денежных мешков, откуда мы можем зачерпывать и раздавать эти деньги политическим активистам. Значит, объединяйтесь, затрачивайте свободное время и деньги, тогда будет на что опереться. Я забыл про телефон. 65 10 99 6. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Представляйтесь. Зовут меня Алексей. Я могу сказать, что, в общем, я русский, да, я был всегда и был, и есть патриот. И вот давно общаюсь с патриотами, но так как я полжизни прожил в Европе, родители, в командировке, то меня настораживал всегда вот этот вот оголчелый национализм русский, когда говорили, что Россия для русских, давайте воевать, давайте революции. Да, я не хочу ни революции, не хочу ни с кем воевать. Я хочу жить мирно, да, я хочу жить в свободной, мирной русской стране. Да, и я могу сказать, что вот совместение, которое сейчас выступает, это вот этот первый человек, который, чьи мысли полностью сходят с моими, да, и это вот тот человек, который я готов поддержать и на выборах, и где угодно. Спасибо, Алексей. Благодарю вас. Дальше идем, просто не будем останавливаться в силу нехватки времени. Валерий из США, Нью-Йорк. Сами понимаете, Нью-Йорку я приоритет отдаю, да, потому что здесь есть такая интересная мысль, которую я хочу, чтобы Андрей прокомментировал. Значит, Валерий Нью-Йорк пишет, согласен с вашим гостем, у народа должно быть национальное самоопределение. В США граждане говорят, мы американцы, и вкладывают в это очень много позитива и силы. В Европе сейчас большие проблемы с приезжими, потому что их не трансформируют в европейцев. Вам надо брать опыт из США. Ну, правильно. Вы же понимаете, почему я этот вопрос вывел в приоритет. Мы русские. Мы должны говорить, мы русские. Больше ничего сказать не могу. Мы должны говорить, мы русские. Несмотря на то, что есть русские иноэтического происхождения. Есть, да. Но ядро, мы русские. Ну, кто-то не хочет быть. Я не знаю, может быть, в Америке есть такие люди, которые говорят, вот мы живем в Америке, но мы не американцы. Может быть, и есть. Вот есть афроамериканцы, особая такая группировка. Уже не говорят афроамериканцы, уже говорят просто черный, black. Да, ну, у нас могут быть по аналогии. Если мы там отстаем, можно себе представить. Мы можем сказать, ну, у нас есть афро-россияне, да. Или азиат-россияне. Ну, если кому-то так хочется так называться. Но ведь никому не хочется называться россиянами. Понимаете? Ни русским, ни нерусским. Вот хочется быть русским, чтобы все были направлены в эту сторону. По этому вектору русские должны быть лидерами, лидерствовать во всем. И тогда всем захочется быть русскими. Эта проблема исчезнет сама собой. Мы все русские, несмотря на свое происхождение. Провокативный вопрос, но я его должен задать, чтобы подчеркнуть тем самым. Знаете, вот я часто получаю письма. Вы там говорите без купюр, без цензуры, да. Сами цензурируете вопросы. Меня тут в диктате объявили. Но я просто хочу всем напомнить, что это все-таки моя авторская программа, да. А не просто вот такая информационная программа. Но я, соблюдая главное свое правило, что все доступные любые средства коммуникации, вы имеете право задавать любой вопрос, либо высказывать свое мнение. Задаю вопрос Виктора, да, который зафиксирован. Он пришел в 19.45, сегодня, в понедельник, 18.07.2011. Господин Савельев, хорошо ли у Суркова кормят? Я не знаю. Все, это ответ. Я задал этот вопрос, который требовал, да, слушатель. Вы на него ответили. 65.10.99.6. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый день. Как вас зовут? Андрей Сергеевич. Да, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Вот митинги, вот эти шествия, демонстрации почему-то исчезли. Но мне кажется, потому что вот ваш гость не противодействует тому, что все протесты против действующей власти, любые протесты, превращаются в межнациональную какую-то борьбу. Каким-то образом властям это удается. Что вы делаете для того, чтобы они не использовали вас, националистов, а потом выступали в качестве гарантов? Да, 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 спасибо. Отличный вопрос. Спасибо большое. Да, вопрос трудный. Время у нас только буквально минута, а я еще один вопрос хочу задать. Он связан с множеством межличностных отношений, межличностных конфликтов. Например, я был членом ДПНИ, но осенью я вышел из ДПНИ именно в связи с тем, что считаю, что поведение лидеров, которые выводили людей на улицу, неадекватно. Людей все больше, а смысла все меньше. Поэтому я не смогу быстро ответить на этот вопрос. Это многопрофильная и довольно трудная и тяжелая работа. Черновая политическая работа. Но пытайтесь, чтобы вас не использовали, а потом... Это идет публицистика. Вот публикуются вот такие книги, да, которые пытаются национализм повернуть в культурное русло, в русло русской традиции и так далее. То есть чтобы национализм имел почву под ногами, не было такой вот фантазии на темы гитлеризма какого-то там, или франкизма, или какого-то чуждого заимствования, а чтобы был наш почвенный русский национализм. Это тяжелая повседневная работа. Тимур, приведите пример, когда идея превосходства одной нации на другой в рамках одного государства приводила к его процветанию. Ну, сами понимаете, я обязан. Россия, Российская империя. Вот, Тимур, ответ на ваш вопрос. Римская империя. Это еще более, так сказать, острый пример, потому что римлян было просто ничтожное количество в сравнении с остальными. Андрей, спасибо вам огромное. Будем приглашать и дальше. Вы вызвали просто колоссальные интересы. Если пишут из Америки, то это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути находимся. Андрей Савельев, политолог, лидер незарегистрированной партии Великой России, был сегодня в понедельник на Финам.ФМ в программе «Реальное время», которая сегодня вышла в цикле слушателей Финам.ФМ против русского национализма. Всем хорошего вечера и до девяти, до сухого остатка. Финам.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.Ф